Сегодня состоялось предпоследнее заседание парламентской комиссии по расследованию дела олигархов. По словам депутатов, они рассмотрели более 160 предложений для итогового сообщения. Заседание получилось длинным и напряженным. Из работы комиссии партию от сердца Латвии покинул депутат Рингольд Балодес. А член комиссии Андрей Юдин обрушился с критикой на коллег. Подробности у Ксении Колесниковой. Заседание по согласованию итогового сообщения комиссии по так называемым разговорам олигархов в сумме заняло 6 часов. Депутат Андрей Юдин подал на рассмотрение 71 предложение. Он назвал черновой вариант заключения тенденциозно прохладным, указав, что в нем не упомянуты важные факты и выводы. Например, что опубликованные в журнале ИР расшифровки разговоров совпадают с материалами дела. А работа самой комиссии была далека от совершенства. По ходу закрытого заседания с журналистами он общался через твиттер. В итоговом сообщении парламентской комиссии не будет четкого ответа по поводу действий участников разговоров в Ридзене, которые привели к расхищению государства. А также по поводу того, почему уголовное дело было закрыто. «Мы работаем над 160-м предложением. Удалось исправить некоторые ошибки и немного улучшить сообщение. Однако в целом это не тот документ, который ожидался при создании парламентской комиссии». Председатель комиссии Ингуна Судреба комментировала итоговое сообщение сдержанно. Она указала, что депутатам удалось прийти к согласию по поводу того, что значит расхищение государства. «Все едины, что это использование своего служебного положения, возможности влияться на законодательство в своих личных интересах или в личных интересах себе приближенных лиц. Как юридический термин, но дальше мы тоже рекомендуем, чтобы была дискуссия между юристами о том, как этот термин, это понимание внедрить тоже в законодательство». По окончанию заседания Юдин сообщил, что итоговое сообщение комиссии будет различаться с его собственными выводами. Он указал, что выводы комиссии были слишком мягкими по отношению к участникам разговоров олигархов. Следующее заседание по согласованию итогового сообщения пройдет в четверг. По плану этот вопрос будет вынесен на всеобщее обсуждение в Сейме на следующей неделе.